Вадим, а где, кроме как для нас на кухне, тебе приходится надевать вот эту красивую скаловскую форму? Ну, вообще-то мне ее надевать приходится нечасто. Если быть точным, то я ее надевал, наверное, за последние два года раза три у нас здесь, в Кургане. Мне приходилось ее надевать только, когда я приходил на встречу с вожатыми, с нашими курганскими. И вот мы ездили в конце мая на сборы полевые с ребятами. Я ее тоже брал с собой и там носил в лагерь полевом наш. Я пытаюсь все те знания, которые там почерпнул, применить сейчас здесь. Отличие в том, что они все это преподают. Я на многочисленных встречах с педагогами пытаюсь сам принцип объяснить. Понимаете, они все это делают через игру, не так, как мы. Вот, например, первая медицинская помощь. Нужно научить, как оказывать первую помощь при ожогах, например. Ну, в нашем представлении что сразу? Значит, приглашать врача какого-то или, может быть, медсестру из школы. Она выйдет, прочитает лекцию, потом поспрашивает ребят, как, что. Ну, может быть, таблицы развешиваются и так далее. Что меня поразило больше всего, как они этому учат. Прежде чем накладывать повязку на место ожога, они делают имитацию этого ожога у себя на руке. Это все делается элементарно. Берем помаду. Вот если подобрать подходящий цвет, то можно так сделать ожог, что буквально в расстоянии полуметра невозможно будет отличить. И сначала наносится слой помады небольшой, имитирующий покраснение кожи при ожоге. Ну, это немножко не такой цвет, который имитирующий. После этого мы берем обыкновенную свечку и капаем немножко воска, что имитирует пузырьки волдырей. А это не опасно, то, чему мы учим сейчас наших зрителей? Нет, мы ребятам показывали это, и сами ребята это себе делали. Вот это имитирует пузырьки. После этого можно взять цементную крошку, можно взять бифельный карандаш, немножко его так это накрошить, мелко-мелко. Мне кажется, ребята занимаются этим с большим удовольствием. Это мы уже имитируем ожог третьей степени, когда появляется уже такое нагноение. Немножко кисточкой это все растереть, но это я так быстро и на ходу все делаю. Не очень удачно получилось. У нас уже лучше гораздо все это получается. И вот после этого уже накладывать повязку. То есть два принципа. Во-первых, через игру ребенку интереснее, когда он не просто голую руку себе перевязывает, а вот у него что-то уже тут на руке есть, он своими руками это все сделал. Во-вторых, что самый главный момент, увидев в следующий раз настоящий ожог, у него уже не будет шока при виде этого ожога. То есть он уже где-то подсознательно готов к тому, что он увидит, когда он вот этот ожог сымитировал. В принципе, почти точно так же делается и порез. То есть все идет вот через преломление, через этот принцип, через игру. Был я в школе, в школе то же самое. Вот я, поскольку занимаюсь английским языком, я стараюсь все это в английском языке применять. Но это не значит, что это можно через игру делать, через какие-то театральные, игровые упражнения. Это не значит, что можно делать только язык. Это можно любой предмет брать. Вот что меня больше всего поразило, это мы проходили по школе, и мне показывают в окошко. Посмотри, вон на асфальте во дворе школьном нарисована карта, большая карта краской, белой краской, территории Соединенных Штатов Америки. У них проходят уроки географии таким образом. То есть учитель выходит с ребятами на школьный дворик, где нарисована эта карта, и они прямо по штатам, по каждому штату ходят ногами. Вот мы сюда пришли, ребята, вот штат Нью-Йорк, вот здесь такой-то город находится, вот здесь такие-то реки, такие полезные ископаемые. Вот сейчас давайте перейдём с вами на другое побережье. Неужели в сегодняшней нашей школе нет возможности применить всё это? Тут вот ещё в чём дело. Понимаете, я не работаю в обычной нашей школе, потому что она мне не даёт той свободы, которой бы мне хотелось. То есть я не могу, у меня есть программа, у меня есть жёсткое количество часов, то есть я не могу всё это как-то изменить и сделать так, как мне нужно. И к тому же у нас в школе самая главная проблема, которой я не вижу ответа, это, казалось бы, чем больше учишь язык, тем должно быть больше часов. А у нас к старшим классам количество часов иностранного языка сводится до минимума. Вот она причина, почему у нас после нашей школы ребята не знают языка. А закончив ещё двухмесячные курсы в Москве по интенсивной методике, я пришёл к выводу, что только так и нужно учить язык. Главное, это нет подходящего помещения. Для меня идеально. Это небольшая комната, где были бы кресла, ну и был бы хотя бы аудиомагнитофон. С видео тоже можно работать, и по видеоматериалу у меня тоже много, которые можно было применять. И потом я считаю, что язык нужно учить именно интенсивно. Дядя, кем ты себя ведешь? Ну, наверное, всё равно учителем, педагогом, потому что от того времени, сколько я уже работаю и выпустился с института, я уже убедился в том, что от языка и от детей мне никуда не уйти. Я думаю, что я так с ними и останусь.